Добрый вечер, добрый вечер, дорогие друзья! Вы знаете, в Новый год многие родители, чтобы порадовать своих детей, заказывают на дом Деда Мороза. У нас в Одессе так. Даже если точно знаешь, что заказываешь, никогда не знаешь, что в итоге получишь. Итак, одесский Дед Мороз. Ого! Танька, давай быстрее, давай сюда мало, посмотрите, кто пришел. Давай скорее, да что вы там возитесь? Давайте сюда, быстрее. Давай, давай. Здравствуйте. Вы кто? А кого вы заказывали? Деда Мороза. Вы почти угадали. Я Дед Морозман. Если быть точным, Морозман, Эммануил Исакович. Вот моя визитка. Подождите, а зачем вы разделись? Я запрел. Ну так потеряется весь импураж. А так испорчусь я. Ладно, давайте уже поздравлять ребенка. Да, у вас есть ребенок? Да. Поздравляю, это, кстати, вам. Что это? Это типовой договор на предоставление услуг новогоднего характера. Зачем нам договор, я не собираюсь с вами судиться. Поначалу все так и говорят. Подождите, а что это за пункт? Если мне что-то не понравится, то моя квартира переходит вам. Да, и что вам не нравится? Что вы на меня смотрите, как тот Путин на помидоры турецкие? Давайте что-то решать уже. Давайте. Что давайте? Это вы мне давайте? Что давайте? Так что деньги? У меня стопроцентная предоплата. Сто процентов вы платите в начале и сто процентов в конце. Хорошо, я могу уже позвать ребенка? Подождите, вызвать ребенка, возьмите вот это. А это что? Это прайс. Подождите, какой прайс? На подарки, которые вы выберете и купите для своей девочки. У нас мальчик. Мне не принципиально цена одна и та же. Слушайте, мы не забираемся у вас ничего покупать. И что я, по-вашему, должен буду сказать ребенку? Спасибо, мальчик. Хороший стишок. Вот тебе дуля. Так что вы знали, дуля тоже стоит денег. Хорошо, ладно, давайте посмотрим ваш прайс. Давайте, смотрите. Вот раздел аксессуары. Хлопушка 10 гривен. Хлопушка, которая стреляет 15 гривен. Хлопушка, которая стреляет конфетти 20 гривен. Дождик серебряный 10 гривен. Дождик золотой 20 гривен. Золотой дождь 500 гривен. А, извините, это не отсюда. Слушайте, не надо нам втюхивать все подряд. Покажите лучше подарки. Да, пожалуйста, смотрите, я вас умоляю. О, так, значит, 150 гривен, 270. Ну, в принципе, не так уж и дорого. Конечно, не дорого, только это в евро. Подождите, но у меня нет евро. Не страшно, я могу вам продать. Извините, но мне это не подходит, ну. Соглашайтесь. Я же вам не Петя Порошенко, я действительно продам. У меня хороший курс, 32,0. Каких 32, если в обменнике 27? Так идите в обменник. Он сейчас закрыт. Ты сотри, ай-яй-яй. Ай-яй-яй, ты сотри, ты сотри, ай-яй. Так что, по 32? Давайте хотя бы по 30. Слушайте, вы со мной так торгуетесь, мне вам проще эти евро подарить. Так подарите. Подарю. Подарите, подарите. Конечно, подарю. Когда у вас день рождения? Летом. Не получится, летом я буду в Израиле. Что, все лето? Нет, только на ваш день рождения. Вы что, все думаете, что это за цирк? Я больной человек, еду к вам в новогоднюю ночь. У меня температура 40. Что, серьезно? Да, 36,4. Вы сказали 40. Ну, прибавьте 36,4 и будет вам 40. Ай-яй-яй, я вас умоляю. Значит, с подарком мы определились? Подождите, подождите, еще не определились. Значит, давайте, вот я возьму самое дешевое, вот недорогое, вот этого робота за 10 евро. Я так и знал, что вы жлоб. Давайте теперь по сценарию. Значит, как зовут ребенка? Семен. Да, значит, выходит Сема. Семен. Какой Семен? Я говорю, выходит Сема. Я говорю, не Сема, а Семен. Слушайте, ваша фамилия случайно не Тетерук? Нет. Может, Поросюк? Нет, а что? А то, что у меня от вас уже голова болит. Как вас зовут? Миша. Да, значит, выходит Сема Мойшевич. И что он? И играет на скрипке. Во-первых, он не играет на скрипке, во-вторых, не Сема, а Семен. Конечно, Семен. Какой же это Сема, если он не играет на скрипке? Боже, как можно отнять у ребенка детство, Господи, Боже мой. Так, значит, я понял. Выходит мальчик, садится мне на коленку. Кстати, сколько он весит? 40 килограмм. Да, значит, мальчик становится на стульчик. И что он делает? И рассказывает стишок. Да. Какой стишок? Может, он все-таки лучше сыграет на скрипке? Он не играет на скрипке. Так я могу научить. Слушайте, перестаньте тянуть с нас деньги. Не беспокойтесь, первое занятие бесплатно. Поэтому первое занятие он занимается без меня. А уже на втором я подключаюсь. Договорились? Кстати, это вам чек. Возьмите, пожалуйста. Это за что? За скрипку? Это за такси. Я к вам сюда же как-то ехал. 300 гривен? Вообще-то я думал, Дед Мороз ездить на оленях. Если бы я знал, что вы такой лось, я бы к вам приехал бы на оленях. Слушайте, перестаньте меня обзывать. Вы пришли ко мне домой. И вместо того, чтобы нормально работать, качаете права. Слушайте, честное слово, я себя чувствую как тот яценюк на билбордах. В смысле? Мне хочется забрать деньги и бежать. Честное слово, я думаю, у меня две квартиры еще. Вы меня здесь задерживаете. У меня ждут люди. Что я тут с вами делаю? Извините, я поехал. Послушайте, 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 ну сегодня такой праздник, да? Ну зайдите в комнату, поздравьте ребенка, да? Посидите с нами за столом. Что, так можно? Конечно. Вот прайс. Посидеть за столом 10 евро, покушать 20 евро, покушать еду 50, сходить в туалет 100 евро. Я сэкономлю, я покушаю за 10 евро, а в туалет я не хочу. Поверьте, если вы покушаете за 10 евро, то вы туда обязательно захотите. Поэтому советую вам покушать за 50, забрать своего мишку и подарить ребенку наш подарок. Да? Да. Вот вы хитро... хитрый. Как ваша фамилия? Зачем вам? Я просто не могу понять, кто из нас одессит, вы или я? Кацман. Что ж вы столько времени скрывали этот козырь? Тогда у меня для вас есть робот. За 10 евро? За 9 с половиной, идемте же скорее. Поздравлять ребенка. Менять евро, при чем здесь ваш ребенок? Когда вас вызывают на бис? Нет, это не угроза и неплохое настроение. Это просто кто-то где-то принял решение, что очень нужен номер на рис. И зрители вспыхают, и сердце замирает, и девочки в их стаде закрывают глаза. И гром аплодисмента, и виза 100%, и катится по щечке слеза. Это не игра, это не кино, это вам ни шашки, ни домино. Это не прикол, это не комприз. Это просто значит, будет номер на рис. Вы знаете, в принципе, любой отец желает для своего сына, чтобы тот привел в дом невестку, которая будет не хуже, чем та дура, с которой он прожил уже 25 лет. Но бывает и хуже. А насколько, давайте с вами посмотрим. Итак, случай в одной из украинских семей. Ленусик, неужто мы дожили с тобой, любовь моя? У нашего мальчика появилась невеста. Наконец-то, ну взрослый уже. Взрослый уже у нас сын с тобой, понимаешь, отец? А ты знаешь, я думаю, она такая красивая. Да я уверен. Буду любить ее как доченьку. Да и я дай бухнуть. Ой, ну давай. Папа, мама, она пришла. Да ты что? Да что ты, придурок, держишь девочку в коридоре? Давай. Все стынет, веди. Веду. Что я там, нормально выгляжу? Да? Ой, ну с Богом, давай. Знакомьтесь, это моя девушка Евгения. Ёханый баба. Сыночка, прости, мы с мамочкой не услышали старый уже. Ты сказал, это твоя девочка Евгения? Или у вас больше нету сына? Папа. Ой, ну, ну, а что же это я стою? Ой, я сейчас забыла там. Сейчас, сейчас прибегу. Мать, мать. Старая стала. Предлагаю, мать, не ждать. Ну, тогда, может быть, сядем за стол? Шуфутинский дело говорит. Папа. Прошу. Давай. Угощай. Евпатикал, Авра. Угощайтесь, Женечка. Грибочки, комедорчики, малый обухнул. Курочка, хлеб, думаю, ваш любимый, Бородинский. Папа. А? Давайте знакомиться. С удовольствием. Я Владимир Александрович. Угу. Несчастный отец. Мать. Покойница. Очень любила сына. А вы как, извиняюсь, познакомились? Вы знаете, случайно. Да. В парке ночью. А. Да. Это была любовь с первого взгляда. А. А потом мы всю ночь ходили по набережной и целовались. Бррр. Брр. Папа. Извиняюсь, что-то не то выпил. Целовались? Брр. А я думаю, откуда у моего Юрчика вся морда в раздражении? Я извиняюсь. Евгений. Я. А вы, кроме того, что так выглядите, еще чем-то в жизни занимаетесь? Ну, конечно, я работаю. О, дайте угадаю. Полярником. Папа. А. Женечка работает в шоу-бизнесе. А. Точно, я понял. Вас за бабки людям показывают, да? На цепи водят. Стилистом. Парикмахером. А. Что ж такое? Сапожник без сапога. А. Ты, Женечка, сам. Скобочка открывается. А. Скобочка закрывается. Откуда? Знаете, я сама не местная, но в Киеве сейчас очень проблематично снять жилье. Конечно. Никто не сдает мне квартиру. Удивительно. Да. Наверное, потому что я из Донецка. Сто пудов по этому. Да. А хобби есть, Женечка? Конечно. А. Я играю на гитаре. Идти, колыхать. Ты еще и бард, да? Папа. А. Женя. Давайте как-то разрядим обстановку. Да я бы с удовольствием. Я согласен. Хотите, я расскажу анекдот? Давайте. Правда, он немножко бородатый. А. Вассерман жжет. Что-то я еще не рассказал. Да ладно. Тут и все уже и так смешно. Давайте лучше я расскажу историю. Папа умеет рассказывать. Да. Правда, сейчас смотрю на вас, Женечка, и вспоминаю только, как я в Афгане воевал. Талиб, ты мой любимый. Папа. Что? Женечка очень хозяйственная. Да? Вытирает пыль. О. Моет посуду. Подметает. Он понятен. Есть с чем, понятное дело. Владимир Александрович. Да, Лев Николаевич. Вы действительно считаете, что мы с вашим сыном не паром? Нет, вы что, вы что, вы очень гормонально смотрели. Паром. Гармонично очень смотрели. Да я согласен, во мне не все идеально. Да перестаньте. Я давно хочу устранить один дефект своей внешности. Разве у вас есть нужный? Нет. Нет. Увеличить грудь. А то я так на женщину совсем не похож. Так что ж вам мешает? Какие проблемы? Денег нет. А что, трах тебе дох не помогает? Папа. Ты можешь задать нормальный вопрос? Хорошо, нормальный вопрос, Женечка. Это внимание. Как Динамо Киев сыграла с Шахтером? Я не знаю, я не в курсе. Просто я футболом не увлекаюсь. Я вчера карпа поймал. Вот такого, на 10 килограммов. Это типа много? Не разбираюсь я. Бухнуть хочешь что-то покрепче? Вообще-то я не пью, но разве что мартини. Так вроде бы баба, не пойму ни хрена. Знаете что? Что? Хватит надо мной издеваться. Боже мой, у вас борода порвалась. Где? А, это рот, извини. Перепутал. Папа, я сделал, Женя, предложение. Ханна. Ну праздник, дайте я вас расцелую. Понимаете, и хочется, и колется. Ну и хорошо, зато можно на тамаде, на свадьбе сэкономить. Гостям не так будет о чем говорить весь вечер, да? Папа, ты не понимаешь, у нас все очень серьезно. Правда, Юра? Да. Ну ладно. А уже это, теле-теле были троллевали? Нет. Нет? Женечка не такая. Да. Мы до свадьбы не-не. Это хорошо. Может и после свадьбы не стоит, а? Папа. Хорошо, а жить собираетесь где у нас? А вот и нет. Нет. Мой отец уже наполовину достроил для нас дом. Да. Что же у тебя за отец такой, а? Все делает наполовину. Дом наполовину достроил, наполовину сыночка вырастил, да? Между прочим, Женя из хорошей семьи. Да, и угадаю. Из династии Романовых, наверное. Нет. Нет, ну ладно, ладно. Я не хотел вам говорить заранее. Да. Но у нас для вас сюрприз. Какой? У нас с Юрой скоро будет ребенок. Да. Мать опять застрелилась. Ну ладно, как-то жить надо. Помнишь, сынок, в принципе, ты же хотел отпустить бороду, да? Может, пришло время ее отпустить? Папа. Нет? Ну задай хотя бы один нормальный вопрос. Хорошо, ты сам попросил. Жека, ты сидела? Нет. Видит Бог, я пытался увести разговор в другую сторону. Хорошо, вы тут пообщайтесь, а я пойду носик припудрю. Давай. Стульчак подними. Папа. Что? Ты очень груб. Чего? Ты знаешь, я очень сильно переживаю, что Женечку у меня уведут. Кто? Странствующий цирк? Намотает бороду на руку и утащит? Да как ты не понимаешь? Как? Просто Женя таким образом бросает вызов обществу. Да я понимаю, сынок, ну почему Женя бросил вызов всему обществу, а откликнулся только ты? Идиот. Я думал, ты Катеньку свою бывшую бросил, только потому что у нее маленькие усики были. Папа. А тебе, кажется, мало? Тебе Дамблдорф нужен, да? Вы знаете, у вашего кота такой прикольный цвет шерсти. Да? Да. Прям седой. До вашего прихода он был черный. Ладно, иди сюда. Пап, ну... Ну мы семья. Нормально, семья, ладно, что делать, иди сюда. Женечка. О, Господи. Можно я буду по-тически называть тебя Жека? Ну хорошо. Тогда можно я буду называть вас папа? Конечно, сынок. Папа. Да? Даешь добро на свадьбу? Даю. Неси икону. Будешь благословлять? Ну, если изгнать не получится, благослови. Томовский волк! Томовский... Добрый вечер. По традиции, привет вам от всего авторского цеха студии «Квартал 95». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сегодня о таком певце, которого зовут Олег Винник. АПЛОДИСМЕНТЫ Я думал, ну, я думал сначала, может быть, в магазине какие-то скидки или что-то. АПЛОДИСМЕНТЫ Черкасчанина и Черкасчанина и его жены. АПЛОДИСМЕНТЫ С юных лет Олега отдали в музыкальную школу по классу фортепиано. Но настоящей его страстью были духовые инструменты. Родители поняли это, когда шестилетний мальчик начал дуть в рояль. АПЛОДИСМЕНТЫ В официальной биографии певца, ну, чтобы каждый раз не повторять Олег Винник, я иногда буду называть его певцом. Если это никого не сбивает с толку, то я, как бы, этот прием буду применять. Так вот, в биографии певца написано, что в начале 90-х немецкий город Фирзен и наш Канев, внимание, поддерживали культурные связи. Сложно представить, конечно, в чем это могло выражаться. Но помня, начало 90-х, скорее всего, из Фирзена в Канев возили видеокассеты. А из Канева в Фирзен отправили Олега Винника. Там, в Германии, вокальный спектр Олега Винника поражается на таков музыке. Оказалось, что молодой талант может петь как тенором, так и ртом. В первое время в Германии не все гладко. Денег не хватает даже на нормальные продукты, и Олег питается куриными потрошками. Именно тогда с легкой руки продавщицы Олег Винник и прослыл сердцеедом. За время работы в мюзикле Олег так отшлифовал свой талант, что тот начал просвечивать через концертный костюм. Однако судьба искала Олегу Виннику новый путь. Однажды после мюзикла он ехал за рулем своей машины, увидел у дороги знак и понял, что это знак. Он серьезно задумался о сольной карьере, закрылся в комнате и начал отпускать волосы. Именно таким мы вскоре увидели его в Украине. Здесь же появляются его фирменные знаки Олег и Винник. Уходить в сольную карьеру было страшно. Но он все равно стал певцом. Многие считают, что исключительно женщины без ума от Олега Винника, но это не так. И так на его концертах были замечены сумасшедшие обоих полов. Кто-то называет его украинским Стасом Михайловым, другие не оскорбляют и говорят, что он вполне нормальный артист. Я очень надеюсь, что ко всем перечисленным талантам Олега Винника можно будет добавить еще и чувство юмора, и после того, как я его сейчас объявил, он все-таки выйдет на нашу сцену. Учтите, если вы сейчас будете плохо аплодировать, мы еще раз позовем Кончиту в Урске. Спасибо большое, дорогие друзья! И сейчас очень важный момент нашего концерта. Вы знаете, провожая прошлогодний год, хотелось бы все-таки, вы знаете, подытожить, какие у нас достижения были в этом году. Давайте похвастаемся. У меня есть достижения. Я в этом году сбросил 37 килограммов. Красавец! Красавец! Молодец! Слушай, Юра, ты в следующий раз бросай подальше, а то я подбираю. Ребят, а у меня в этом году сын родился. Да, поздравляю. История, слушайте, начнешь я. Ну, жену привожу в роддом. Да. Ну, там переживаю, жду, она в палате. Родила я, довольный такой. Иду по коридору, там доска объявлений, там же написана там фамилия, Фаталов, ну, это моя фамилия, там рост. Вес там 3 килограмма, а дальше написано Хачик. Хачик? Хачик? Я, мне так стало обидно, ну, как, ну, Хачик? Ну, я, ну, у меня, я к медсестре подхожу, говорю, девушка, ну, ну, как вы так, ну, совесть, ну, почему Хачик? Ну, что сделал ребенок? Ну, почему Хачик? Она говорит, молодой человек, вообще-то там написано хлопчик. А вы читать не умеете, Хачик? Армуль. Ну, Жека, а у тебя какие достижения? Значит, я в этом году поехал в Крым, спер гостиничный халат, тапки и пару ракушек с пляжа спер. Ой, Женя, это ты называешь достижением, да? Значит, я, в отличие от вас всех, хоть по чуть-чуть Крым в Украину возвращаю. Продолжение, молодец, молодец. Такое ощущение, что только ты для страны в этом году что-то делал. Ну, почему, почему только он? А наши политики? К примеру, Арсений Петрович Яценюк в этом году поломал все коррупционные схемы. А вот ничего человеку доверить нельзя. Единственное, что в стране работало, и то поломал. Молодец. Ну, ладно, ребят, ну чего вы, ну было же и что-то хорошее. Вот по всей стране прошли выборы в местные советы. В большинстве областей победил блок Порошенко, а оппозиционный блок в большинстве областей проиграл. Да. Ну, это логично. Слушайте, ну не могут же одни и те же люди выигрывать и проигрывать одновременно. Ну, да. Не знаю. Да, ребят, но самое главное, самое большое достижение нашей страны в этом году произошло даже не в Украине, а в Словении. Да. По итогам двух игр наша сборная Украины прошла чемпионат Европы по футболу. Браво! Это действительно достижение, друзья. И, кстати, под ваши аплодисменты хотим пригласить героев этого года в Украине к нам на сцену. Давайте поаплодируем сборную нашу, приглашаем на сцену. Да, не стесняйтесь, становитесь. Чуть левее, левее чуть-чуть, ребят. Степ, это профессиональный футболист. Да, но я линию начерчу, чтобы было понятно сейчас. Давайте вот здесь все. Не, ребят, серьезно, спасибо. Столько, знаете, счастья, радости принесли. Я даже не помню, когда чему-то прям всей страной радовались, да? Да, это круто, да. Ребята, ну честно, это вот правда. Вот несмотря на то, что я девушка, поверьте, я все ваши игры смотрю. Я каждый раз переживаю, ну жуть просто. Если бы вы знали, как я радовалась, когда вот в последней игре Ярмоленко эту решайшую шайбу закатил. Я просто не знаю. Нет, 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 конечно. Нет, нет, точка была. Не, обратите внимание. Ребят, самое главное, мы уверены, что вы победите. Но главное, воспользоваться своим шансом. Вот как ваш коллега, к примеру, Влад Васюк. Красавец, значит, был чемпионом игры по футболу. Правильно? Потом был четвертьфиналистом чемпионата мира. Полуфиналистом Лиги чемпионов. И вот пик карьеры. Смотрим. Я Владислав Васюк, иду к депутату Киевского городского совета. Ну нормально. Вот это сильно. Мне знаете, что интересно? Мне очень интересно, сколько мы мечей на евро забьем. Да. Сейчас, извините. Зазуля, Зазуля. Сколько мы мечей забьем? Жека, а что ты ждешь? Ждешь, что он тебе ответит. Зазу. 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 В ноги забьем. На лучшее, да. Ребят, ну, вы знаете, да, я смотрела матч Украины-Славянцы. Это серьезно, все нормально. Хорошо. Пацаны, мне все нравится. Ну правда. Мне нравится, как вы бегаете. Мне нравится, какой у вас командный дух. Ребята, ну вот это. Фидетский передает пас на Ярмоленко. Ярмоленко бьет мяч, прилетает немножко выше ворот. Ребята, я не понимаю, кто это все время бубнит из вас? Все, пацаны. Значит, сейчас уже по делу немножко напутственных слов перед чемпионатом, немножко совет. Давай. Ну, сами понимаете, что мы это в футбол играем только во дворе, поэтому и советы так себе, но все равно вдруг пригодятся. Значит, первым делом, не играйте там боссами. Слушайте, а вдруг стекла биты? Это важно. Конечно. На ворота ставьте толстяка какого-нибудь. Мы можем Юзика вам отдать. Или Леоненко возьмите. В крайнем случае. Да. И самое главное помните. Кто промазал, тот бежит за мячом. О, естественно. Так было во дворе. Ладно, хоры советовать, давайте к подаркам перейдем. Давай, давай. Вот у меня французско-украинский разговорник. Хачериди, да, передадите, если. Не, тут просто хитовые фразы необходимые. Значит, ты кто такой? Еще раз свистнешь, я тебя урою. И засунь тебе эту карточку, знаешь, куда же. Да, так. Пригодится, да, передадите. Передадите ребятам, да. Дальше. Текст гимна Украины. Это не вам, это Ракицкому передадите. Ну да, нужнее будет. Держите. Ему полезно, да. Так, Денис, теперь к вам. Мы тут кое-какое видео посмотрели. Можно, пожалуйста, видео, если. Значит, без обид, это мазь. Будьте здоровы и не хворайте, действительно. Спасибо, Мика. Это все шутки. Ребят, самое главное, чего мы желаем, конечно же, победы. И вот где подарки? Вот были подарки. Ребята подготовили подарки. Можно нормально, по-настоящему, там с подписями нашей сборной. Да, давайте. Выбрасываем из-за боковой. Ребята подготовили подарки. Игорь! Ребята подготовили подарки. 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 Санта-Клаус 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...